Лучевая терапия – это важно то, как вы попадаете в цель. В принципе, вся лучевая терапия основана на том, что мы должны разрушить ДНК опухолевой клетки. И у нас всегда есть альтернатива, как убить опухоль, что мы должны сделать, и как не убить при этом пациента, что, конечно, мы хотели бы избежать, как не повредить окружающие ткани, которые лежат вокруг опухолевой ткани. И для этого существует много систем наведения, которые позволяют нам точно стрелять в цель. Но нужно сказать, что фотонная терапия – это то, о чём мы говорили, гамма-нож, кибер-нож, линейный ускоритель имеет определённый предел точности наведения. А протонная терапия, о которой мы сегодня говорим, имеет под собой, имеет возможность стрелять, подать в опухоль гораздо точнее. А сейчас самое главное – это делать это максимально щадяще, не привлеждая окружающие органы и ткани. Нельзя сказать, что можно лечить каким-то методом онкологическое заболевание. Практически всегда лечение онкологического заболевания – это комплексное лечение, состоящее из ряда вмешательств. Это хирургическое, как я уже говорил, вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Но в последнее время всё больше и больше акцент уделяет тому, что это агрессивное лечение, агрессивная химиотерапия с агрессивной лучевой терапией. И тогда такое лечение позволяет получать хороший результат. Свойства протонов терять энергию в теле взрывообразно дают нам возможность лечить детей. Вот это их свойство делает протонную терапию, и детей фокус-группой для лечения на протонах. Почему? Потому что когда мы облучаем, например, головной мозг, опухоль в головном мозге, мы не поражаем сам головной мозг, и у ребёнка не развивается слабоумие, которое может развиваться, отсталость в развитии, и такие побочные подобные эффекты, которые могут развиваться на фотонах. При протонах их практически не бывает. И вот именно это делает детей фокус-группой для лечения на протонной терапии. Протонная терапия, конечно, не панацея, как и ни один метод в медицине. Но это метод, который может в отдельных случаях являться альтернативой обычной хирургии. Это метод, который может резко улучшить шансы пациента на выживаемость при применении с другими методами. И, несомненно, это метод, который даёт благоприятный эффект, улучшает выживаемость, повышает шансы больного на безрецидивное течение. И, в общем, он является самым щадящим, самым эффективным и на сегодня самым современным методом лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Для того, чтобы иметь возможность оказывать квалифицированную и качественную помощь на этом красивом оборудовании, мы выбрали самых лучших наших врачей и медицинских физиков, которые уже имеют огромный опыт, то есть десятилетний опыт работы на фотонных установках. И начали их готовить уже больше, чем год назад. И они прошли длительную практику в лучших онкологических и протонных центрах в мире. Это центры в Америке, в Японии, в Европе. Если есть возможность лечиться на протонах, то это всегда будет лучше, чем лечиться на фотонах. Вопрос все-таки того процентного соотношения, насколько это лучше. Потому что протонная терапия – это довольно дорогой метод лечения, именно потому что оборудование стоит очень дорого. Фотонная терапия – это более дешевый метод лечения. И когда у нас преимущества определяются 5 или 6 процентами, тогда, наверное, нет смысла тратить огромные свои деньги или большие государственные деньги на то, чтобы лечиться на протонах, вместо того, чтобы лечиться фотонами. Но если преимущество заключается в том, что человек будет много лет жить бессредитивно, например, после лечения на протонах, а на фотонах у нас будет очень ограниченная и низкого качества жизнь, то, конечно, это имеет полный смысл выбирать протоны в такой ситуации.